Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Сегодня наш эфир обещает быть увлекательным и полным открытием, потому как этим вечером для зрителей «Беларусь-4» очередная порция историй, так сказать, с колес от профессионального туриста и фотографа Юрия Берекова. На сей раз нас ждет знакомство со страной степей, песчаных дюн, синего неба, таинственная Монголия. Ну что ж, самое время отправиться в виртуальное путешествие вокруг света с Юрием Берековым. А вот и сам Юра. Добрый вечер! Здравствуй, рады видеть! Здравствуйте! Это уже хорошая традиция встречаться в этой студии, правда? И говорить друг другу «добрый вечер» мы уже как-то и соскучились. Я тоже. А также в вечерней студии «Беларусь-4» любители путешествовать гамельчанка Алина Кузьменко и наш старый добрый знакомый норовлянец Иван Витковский. Добрый вечер! Добрый вечер, ребята! Рады видеть! Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Юра, я так понимаю, это практически полный состав вашей туристической группы, которая не так давно приехала из Монголии. Ну, на самом деле, еще один человек из Минска, он, к сожалению, не смог приехать сюда на передачу. А так, нас было четверо в Монголии. Если я прямо сейчас вас попрошу назвать три основных черты нынешней, сегодняшней, современной Монголии, что бы вы делили, Алина? Ну, это однозначно юрты, большое количество скота, разного лошадей, овец, коз и степи. Иван, это действительно таинственная Монголия, ведь так? Да, настолько таинственная. Когда я ехал туда, мне говорили, что там видишь, одна пустыня. В моем представлении, это бескрайние просторы, очень большие. Раз. Очень много красивых мест, но есть специфика, чтобы до них добраться, надо очень много ехать далеко по бездорожью. То есть потрудиться нужно. Бездорожье, я вот услышала это слово, это вторая черта, да, этой страны. И третье? Ну, третье что? Красота. Красивая. Заинтриговали. Об этом мы не только поговорим в ближайший час в эфире программы «Добрый вечер, Гомель». Конечно, атмосферу этого места передают сувениры, привезенные оттуда, что сегодня принесли в нашу студию. Как я люблю эту часть общения с нашими путешественниками. Не поверите, я тоже жду с нетерпением. Как это интересно. Сувениры, которые везут из Монголии, это часто какие-то вот именно атрибутика буддийских шаманских культов и буддийских, буддизма вообще. Поэтому вот, например, вот такие маски используют в церемонии, которая называется ЦАМ, в Тибете, в Монголии. Это такие танцы с масками, которые проходят в разных монастырях раз в год. Довольно устрашающе. Примеряли на себя. Дело в том, что в буддизме, в тибетском буддизме, там есть целая категория духов, защитников веры, которых по легенде когда-то обратили в буддизм злых духов, которые сейчас стали защитниками. И вот такие вот маски часто изображают каких-то таких вот существ. Что за листовки? А, ну это листы традиционной тибетской книги. Вот если зайти в тибетский монастырь, и в монгольском монастыре вы увидите на полке такие прямо рядами лежат такие книги. То есть они переложены листы, а сверху снизу деревянные такие таблички. Не сшиваются листы, правильно? Ну да, да, они просто вот так перекладываются. Дорджи в Тибете, вот так называют в Индии. Ваджра – это такой ритуальный предмет, пучок молний. Вот тоже применяется в буддийских церемониях, в монастырях постоянно. Ламы там верующие вот так вот держат. Я думала, им можно вызывать молнию. Я вообще подумал, что это что-то вроде кастета. Ну вообще, в буддизме это также символ просветления. В странах, где распространен тибетский буддизм, в том числе Монголия, есть традиция часто вырезать мантры на камнях, на скалах. Я знаю свою порцию сувениров подготовил и Ваня. Вот такие вот флажки. Это любые святые места почитаемые. Там в ухе не разберешь, кстати, где шаманское, где буддизм. Везде, где такие вот, мы останавливались в места, такие сложенные с палок, как будто бы такие штуковины. И везде вот эти вот развешивают, развешивают, развешивают. Везде, где вот эти вот храмы буддистские, везде такие вот стоят молитвенные барабаны. Они вот так закреплены. Они бывают большие, очень большие, маленькие такие. Там написана главная, ну, самая известная молитва, Ом Мани Падмехум. И внутри часто ложат свитки вот таких же разных мантр. И дело в том, что тибетский буддизм, он такой тантрический. И они, например, верят, что даже механическое движение, когда мантры вращаются, они работают. То есть они как бы прочитываются, читаются. Пожелания, которые заложены, и вот с которыми вы приходите. Когда вы его крутите, они активизуются, и они быстрее к духам доходят. И они как будто бы считают. Свои желания загадали? Да, я там ночью. Ну, я загадывал такие простые. Ну, если не секрет. Чтобы всем было хорошо. Нет, нельзя говорить, не сбудется. Выкладывайте на наш стол музей. А вот такие вот... Думаю, когда всем хорошо, как будто может быть плохо. Чаши, кубики такие, кубики. Они в основном применяются для того, чтобы... Если в буддистских храмах, так они свечи сюда ставят. Аналог наших современных подсвечников. Или еще, если эти шаманские места, эти шаманы, когда приходят туда и свои обрады проводят, так они берут с собой разные предметы, вещи, это самое, еду разную. Ну, наливают сюда или водка, молоко, чай. Ну, иногда просто масло. Да, иногда масло запаривают. Ну, как-то типа предметы для того, для подношения к духам. Вот такие вот штучки они развешивают тоже во всех шаманских местах. Вот такие вот похожие. К новому году хорошо, да? Ну, вот еще такие вот штучки. Это украшения? Да, это украшения такие, которые развешивают шаманы там, где они производят свои обрады. Кстати, что касается украшений, как минимум за этим стоило тоже поехать, да, Элина? Ну, да, у меня кольцо, которое я купила в Монголии, но оно на самом деле китайского происхождения, потому что здесь определенный рисунок, который носили на родной стене. Ну, я как бы рада этой покупке. В Монголии, конечно, под сильным влиянием Китая. Долгое время находилось, и трудно разделить эту культуру монгольскую, хотя есть свои черты от китайской, например, или тибетской. Очень много смешало все. Туристический потенциал Монголии сегодня не раскрыт? До сих пор, сколько уже было передач здесь в студии о наших поездках, до сих пор мы говорили о странах каких-то экзотических, очень далеких, об Африке, о папуасах говорили. А на самом деле есть очень много интересных стран совсем рядом с нами, не говоря уже там Грузия, Армения, Центральная Азия, бывшие Советские Республики. Монголия – страна, в которой виза белорусам не нужна, которая, в принципе, доступна, например, если у людей нет денег, на дорогой самолет, это можно гораздо дешевле на поезде доехать. Конечно, это время, но дешевле доехать до Улан-Удэ, например, потом на автобусе, и вот вы в Улан-Баторе. Правда, что это была единственная страна, куда вы действительно отправились на поезде. Алина, долго добирались? Добирались мы туда четверо суток. Ну, туда было интересно ехать, потому что ты смотришь в окно, пейзажи меняются, люди выходят, заходят, и компания своя была. На самом деле поезд порадовал, потому что, во всяком случае, туда, ну, жарко было очень сильно, но, например, сейчас в дальнего следования поездах розетки есть в каждом, вот в плацкарте, в каждом купе. Правда, обратно не было, а вот туда были. И вот сейчас я считал, что хотят уже Wi-Fi везти в поездах дальнего следования, вот буквально сейчас в России. Так что ездить на поезде будет все комфортнее и комфортнее, да. Эта поездка пришлась на осень. Алина, погода не подвела? Погода была чудесная. По мне, так это самая прекрасная погода, потому что ни жарко, ни холодно. Ну, единственное, по ночам, конечно, затруднительно было, потому что всю одежду на себя одеваешь, чтобы не замерзнуть. Ну, а так, во время путешествия, поездки, была хорошая погода. Ну, еще добавь, какие пейзажи были. Желтая лиственница, как раз осень, очень красиво. Желтые деревья на фоне голубого неба. Есть страны, в которые нужно отправляться, наверное, только именно в эту пору года, правда? Ну, да. Там, где живописная природа, особенно. Хотя это время было уже нетуристическое, сентябрь. Многие гостиницы закрывались и так далее. Когда мы уезжали, там уже едет, снег не упадет. В общем, мы поехали в нетуристическую страну, в нетуристическое время. Ну, вы и сами не замасываете туризм, поэтому все сложилось. На самом деле, Монголию действительно недооценивают, потому что считают, что там вообще нечего делать. Страна, вот мы когда туда ехали, нам всем говорили, что чего туда едете. Есть такая даже смешная поговорка еще советской временной. В Монголии из растительности только телеграфные столбы. Ну, вот я думаю, что наша поездка вот в эту страну, она как раз доказала, что на самом деле эта страна очень интересная, безумно интересная, в которую обязательно нужно съездить. Иван, не пожалели, что выбрали именно такой маршрут? Очень интересная страна, столько красивых мест. Я даже сам не ожидал, что столько красивых мест. И причем они такие разные, разные, контрастные. Ну и совсем другая культура. Даже горы настолько иногда бывают разные, что просто... Хотя наши зрители, наверное, по сей день многие смотрят и эту программу и думают, ну, с чего же не поехать в пять звезд, в Турцию, все включено. А мы с вами передачами еще раз доказываем, насколько все же интересно ехать не в массовые места туризма, правда, а в какие-то экзотические, не исследованные до сих пор, может, где-то. Ваня, вот интересно. В прошлый раз, когда вы рассказывали о своем путешествии на Мадагаскар, мы прекрасно помним, что вы практически везде на острове, где это было возможно, нацарапывали, писали слово, название родного города. В Монголии упоминание о славном городе Наровле осталось? Я вам честно скажу, не выдержал, конечно, осталось. Прекрасно, где это случилось, расскажите. Ну, например, которое, я помню, два места. Мы сделали восхождение там на одну гору, и там на ней очень много этих, на камнях было этих иероглифов, рисунков разных таких наскальных, очень много было. Но я, конечно, не там, где они все это были. Мы выбрали место получше. Не удержался, а просто пока еще там по дорожке, я так вот написал Наровле. Было бы очень интересно, если бы среди древних иероглифов появилось современное слово Наровле. Ну, я не царапал же так, чтобы надолго было. Все-таки, чтобы посмотреть... До следующей поездки. Ну, и, конечно же, на песке. Там это самое... Когда мы уже добрались до дюн, пешчаных дюн, я, да, я, как обычно, в своем стиле, так написал, большая Наровля. И здесь еще какие-то надписи. Видимо, какие-то древние люди их здесь оставили. Да, видимо, очень древние. И это какой-то древний человек оставил. Как оно здесь получилось, эта Наровля? Знаем, что благодаря вам, Иван, узнали в Монголии и о нашем телеканале «Веларусь-4». Расскажите об этом. Вы просто говорили всем «Добрый вечер, Гумеля» или же что-то другое? Ну, у меня просто мысль такая возникла. Раз я туда еду, а я в вашей передаче участвовал, и вот в прошлый раз вы мне подарили флажок. Так, так. Какой все-таки полезный мне подарок, Саша. Своей компанией. И вы же сами говорили, что вот мы типа виртуально путешествуем вместе с вами. Я думаю, ну что, это виртуально не сделает такое более приближенное. Ну, вот я и взял ваш флажок. Катерина и Александр, посмотрите, куда ваша телекомпания забралась. Сейчас я вам покажу. Вот это юрта, в которой мы ночевали. А вокруг пустыня Гоби. Практически корреспондентский пункт «Беларусь-4». То есть, ваша мечта о том, что путешествует вместе с нами немножечко, начинает потенцировать. Спасибо, Иван. Причем мечтают и наших телезрителей. Ты посмотри, вещаем мы по Гомельской области, а знают о нас уже и в Монголии, и на Байкале. Супер, Ваня. Спасибо большое. Ваня, вы не переживайте, появился новый тираж флажков «Беларусь-4». Мы вас обеспечим для новых путешествий. Хотел расспросить про столицу Монголии. Какие-то ассоциации с российскими городами пересекаются? Ну, вообще, да. Честно говоря, когда я показываю фотографии у Ланбатора, многие думают, что это где-то снято в российском городе или даже в белорусском. Это очень похоже на наши микрорайоны, на Сельмаш, например. Очень советская архитектура. Типовые здания. Но только в последнее время уже в центре стали возводить такие небоскребы. А так вот смотришь, ну, просто наш город полностью. Причем это еще усиливается тем, что монголы у них же кириллица сейчас. Все написано нашими буквами, только непонятные слова. Только на своем языке. Да. Там «Цайный газар», «Хунсний белгур». Что это значит? Это продовольственный магазин «Хунсний белгур». Мы его выучили. А «Цайный газар» – это чайная, там, где можно перекусить. Это основные названия, которые мы везде старались запечатать. Которые нужно знать от кириллицов. Что касается языка, местные жители говорят на каком языке? По-русски понимают? Ну, они говорят на монгольском, но очень много людей, особенно старшего поколения, говорит по-русски. Особенно на рынке. И мы, в общем-то, везде встречали людей, которые, даже шаман, которые мы встретили потом на рынке, говорили по-русски, потому что кто-то учился в России, ездят торговать, ездили на экскурсии просто в Россию. Так что много людей по-русски говорили. Алина Ивановна, что удивило больше всего? В Улан-Батор, там эти несколько миллионов человек живут, но они живут, центра мало, а очень далеко-далеко тянется этот Улан-Батор. И мне что поразило, у нас такое невообразимо. То есть, получается, чем дальше к краю, участок, например, представьте, что у нас выделили участок под застройку, а там вот так участок огорожен. И там стоит юрта просто. То есть, что-то на подуви наших деревенек, но обязательно юрта. В каждом дворе почти стоит юрта, да, в Монголии. То есть, даже в городе, даже в Улан-Баторе стоит дом, но во дворе все равно будет стоять юрта. Ну, наверное, надо вообще сказать, что мы где-то 12 ночей провели в юрте, на самом деле, в этой поездке. Юрты, они разбираются, собираются за час, за полтора, достаточно быстро. Утро это позволяет монголам кочевать со своим скотом. И обычно, так как холодно все-таки, уже в сентябре было холодно, там стоит все время печка буржуйка по центру, которую топят. Но топят ее вечером, а к утру уже очень холодно. Я слышал, что в Монголии есть юрты-магазины, юрты-гостиницы и даже юрты-храмы. Алина, это правда? Да, это правда. Даже в юрте-магазин, в пустыне Гоби, принимались оплаты карточкой. То есть они все-таки осовремененные такие, да, юрты? Ну да, если их можно так назвать. Да, это храм юрты, да. Вот все-таки что больше всего поразило, да? Живут же люди в таких постройках, да? Живут ни день, ни два, очень долго. Да, и неплохо живут. Нам что бросилось в глаза, вот даже фотографирует. Юрта, это солнечная батарея и спутниковая антенна. То есть телевидение смотрят и там, и даже в юртах. Да, и машина стоит, и несколько даже машин, и мотоцикл. И, в общем-то, на самом деле, видно, что не бедно живут те, кто в юртах, те, кто содержит стада большие. Раз уж начали говорить о юртах, знаю, эта недвижимость, так сказать, стоит достаточно недорого. Ну, да, в принципе, на рынке, насколько я знаю, можно купить за 200 долларов. Ну, а что такое юрта? Это просто деревянный каркас, который вот так раскладывается. Два столба, подставка, круг и войлок, просто много слоев, вот и все. Практически теплица, в общем, конструкция похожа. То есть сама юрта без наполнения, там еще часто у них сундуки стоят, печка буржуйка, она стоит недорого. Ваня, а вы бы смогли прожить всю жизнь в юрте? Не было такой идеи перевести эту технологию в наровлю? Если бы была такая необходимость, я смог бы прожить в ней. Но я бы юрту модернизировал бы. Например, в юрте я бы сделал бы уже не просто буржуйку, а сделал буржуйку такую, как у меня дома, например, стоит, грубо, железная. То есть теплообменником, чтобы она не выходила тепло. Кирпичом бы. Должна она закрываться, а то получается мы ее топим, топим. Жарко не можно выдержать. Потом мы ложимся спать, она получается уже не как греет, а как вытяжка. Получается, весь наш теплый воздух ушел опять в эту смеру. И мы уже утром дрыжим. Так что без модернизации сложилось. Вы бы в наровлю не перевезли юрту? Да. Я бы не усовершенствовал. Если вернуться в центр Улан-Батора, знаю, рассказывали, что там расположена статуя Чингисхана. И в принципе там мы знаем, что это национальный герой Монголии. Верно? Да, да. Там он очень большой такой. Вообще они любят Чингисхана делать таким большим, квадратным дядей. От большой любви. Да. Подойти к нему нельзя, но так далеко посмотреть, пофотографировать можно. Одна из первых страниц вашего путешествия – посещение монгольской Шамбалы. Чем удивило, приятно удивило это место? Шамбала сейчас всем известное слово, да, ее ищут в разных местах. Это какая-то такая тайная страна. Некоторые говорят невидимая, другие говорят подземная страна. Но вот монголы, они твердо верят, что Шамбала находится именно там. Кстати, в книгах Рерихов даже упоминается, что Шамбала – одно из местоположений, именно пустыня Гоби, Белый остров, как называли. Так вот, действительно есть место, реальное место, куда все монголы ездят и называют это Шамбала, или точнее энергетический центр Шамбала. Это находится недалеко от города Сан-Шант, туда можно на поезде добраться, вот, в пустыне Гоби. Там большой монастырь, ступа, но самое интересное, что там есть место, просто место, кусочек пустыни, огороженное такими вот маленькими ступками, куда монголы приезжают, встречают восход Схонца, а потом вот они ложатся на землю. И подзаряжаются. В этот квадратик, да, и подзаряжаются. Правда, что в этом энергетическом месте даже мобильные телефоны заряжаются без электричества? Мы это не проверяли, но монголы-то раздали, что там заряжается даже вот электроаппаратура, настолько сильное место, сильная энергетика. Вы охотно поверили, я думаю. А что там поверить? Я проверил. Ну вот, там специально такое место есть, посчитается, что там вся эта сила концентрируется, вот я вместе с другими там садились вот так вот, все, и я эту всю силу прямо впитывал, чтобы потом, потому что это наше только начало было путешествие по Монголии, вот я сразу набрался сил, подзародился хорошенько. Но вы что-то проговаривали, какие-то мысли, просили что-то у силы природы. Я, кстати, когда путешествовал по Монголии, вот везде в таких красивых местах, где мы устанавливались, вот ребята видели, я сажусь, например, солнце, воздух и вода. Мы с вами одной кровью. Итак, солнышко, согрей мою душу, там ветер, разгони мои грустные мысли. Там, допустим, вода, забери мою усталость. Или там скалы, дайте мне силы, чтобы я был крепким, здоровым, чтобы я мог, ну, жить, радоваться жизни, других радовать. Ваня, действует? Ну, примерно на этом ключе. Действует? Действует? Дорога натурально действует. Мне кажется, что меня это подзаражало очень. После прошлого путешествия у меня трохи борода начало расти. А так не росла до этого времени? Ну, сейчас уже немножко брови. А с этого путешествия, даже вот мы на гриме, заметили, что у меня же волосы на голове немножечко пушок появились. А думаю, вот это... Это все положительные эмоции, полученные в Монголии. Да, это шоковая терапия. Я называю это шоковая терапия. У меня проблемы есть со здоровьем, ну, я так вот лечусь таким вот. И единение с природой, естественно. Положительные эмоции, красоту это и все, и впитываю в себя это. Я считаю, что мне очень помогает. Поездка была своего рода паломническим туром, можно и так сказать. Юр, какие монастыри удалось посмотреть? Монастырей много. К сожалению, большинство из них были разрушены в советское время. Поэтому там монастыри, это скорее руины сейчас. Но там активно восстанавливаются. Но были монастыри, которые сохранили свой первоначальный облик с огромными ступами, с церемониями. И действительно, в Монголии две религии. Это буддизм и шаманизм. И есть места, где только шаманы живут. То есть где шаманизм распространен, буддизма нет. Но в основном это буддизм. Буддизм тибетского толка. То есть то, что в дальнейшем смело может привлекать тысячи туристов всего мира. Ну да. Хотя, повторяю, конечно, большинство храмов просто разрушены. Сейчас они такое унылое зрелище представляют. Но восстанавливают. Но есть несколько монастырей, которые сохранились. И, конечно, это жемчужина на севере. Вот мы были в одном монастыре. Там ступы огромные. Было очень интересно, да. Там вот в Южной Сибири, вокруг Байкала, а также в Монголии, очень много вы можете увидеть. Ну, во-первых, вот этих флажков, да. Они в таких значимых местах вешаются. Флажков в Беларусь-4, в смысле. Это там, где Иван куповал. Флажков, часто разноцветных флажков с мантрами буддистскими. Но везде также увидите обо. Обо – это такие ритуальные, скажем, такие построения. Это, может быть, гора из камней, из такой шалаш, из веток, или просто сухое дерево, обвешанное, опять же, какими-то флажками. И вот в этих местах поклоняются духам природы, какие-то пожертвования оставляют. И вот везде в Монголии, везде-везде вы увидите эти обо. Там очень сильно все перемешалось. Буддизм, шаманизм. Собственно, и тибетский буддизм изначально шаманизмом перемешался. Просто удивительные снимки сейчас на экране фотографии Юры. Вот я замечаю, очень много голубого и синего цвета. Он тоже что-то означает? Ну, да. Кстати, традиционно в шаманизме в основном вешают ленточки голубого цвета. Но потом уже, сейчас уже стали разноцветные. А вот в буддизме, да, в буддизме флажки разных цветов, которые с мантрами висят, которые символизируют пять стихий, пять разных цветов. Но так как это сильно перемешалось, то вы, конечно, увидите уже сейчас разные цвета. Туризм же он такой, построен на мифах и о легендах. Если их нет, их надо придумывать. Ну, конечно, это активно культивируется сейчас. Я с этим сталкивался постоянно, причем везде. Иной раз, например, какая-нибудь легенда, приезжаешь на месте, там несколько камней, но легенда очень красивая. В гостинице никто не хочет селиться, надо привидение придумать или еще какую-нибудь историю. И вот и все. Алина Ивановна, вы в шаманов смогли поверить и в их силу, побывав в Монголии? Ну, я-то шамана не видела. Мы были только в шаманских местах, вот там, где обои, ленточки. Скажу честно, место довольно специфическое. И явно чувствовалась какая-то энергия присутствия кого-то. Ну, вообще, леса в Монголии очень такие дремучие, вот прям как в страшилках. Вот. Для меня они произвели свое особенное впечатление, потому что таких мест, на самом деле, очень редко встретят. Без мужчин было бы страшно. Ну, да. Без мужчин в этом путешествии было бы тяжело справляться и с бездорожьем, ведь так? Да, да. Дорога там очень, конечно, поломанная, побитая. А часто ее и вовсе нет? Да, ну, в основном-то ее и не было. Если полчаса выйдешь на асфальт, это удовольствие одно. А так трясешься. Ну, особый интерес есть под музыку, как будто танцуешь. Как добирались с места на место в таком случае? Мы забронировали, взяли джип с водителем и 12 дней ездили на джипе. Потому что, действительно, интересно, в Монголии очень много всего, но это очень далеко друг от друга надо ездить. А дороги, это там... Часто это не дороги, а просто направления, приблизительные направления. Вот тропинка. Если посмотреть, допустим, по фотографиям, кажется, что это типа проселочное над дорогой. На самом деле нет. Это дорога межрайонного, межобластного соединения. То есть, там вообще нет дороги. Знаки стоят. Да. Вот мы выезжаем, допустим, куда-то, и стоит знак. Граница области. В чистом поле, да? Да, граница области. Когда мы на гору добирались там до одного храма, немножко мы увязли в грози. Ну, пускай бы он не трогал ту машину, он купал. Нет, пока мы сходили туда, вернулись, машина-то сидит на пузе. Ну, конечно же, закатываем рукава. К этому делу привычный. Продвинутый Иван взялся спасатель. Мы не смогли машину вытащить. Пробуем ее вытащить, так. Меня что удивило? Водитель едет в такое путешествие, берет с собой лопату, и не штыковую, которую можно копать, откапывать машину, а салковую. И говорит, что этот гравий собрался, говорит, вот как ему помочь, я этой салковой лопатой там пытался, и главное объясняю, ты ж вот взад раз, и все, и больше не трогай, а туда надо что-то положить. Нет, пока ты сюда взаду вперед, и всю эту работу, что мы делали, опять на свалку. В общем, Ваня провел там ликбез. Машина ломалась несколько раз, кроме того, что мы там где-то застряли в грязи, она еще и ломалась. И у нас такое есть в группе специалист, который на Мадгаскаре, когда-то помню, ремонтировал на озере мотор местным отремонтировал. Автомеханик Иван. Да, то здесь, конечно, Ваня быстро залез под машину и понял, где поломка. Увлекательное путешествие со всех сторон. Во всех смыслах. Если говорить про пустыню Гоби, такая своеобразная достопримечательность Монголии, но это ведь не просто пустыня. Ну, вообще, когда я рассказываю про пустыню, люди обычно представляют, что это какие-то сплошные дюны песчаные, типа пустыни Сахара, например. Нет, на самом деле большинство пустынь в мире – это камень. И вот Гоби – это огромное пространство, которое не только в Монголии, это еще и Китай, огромные тысячи километров, и просто, знаете, как степь, только растительницы почти нет. Камень, 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 ровно-ровно. То есть это больше скалы, чем песчаные? Да, ну, иногда скалы, горы даже небольшие есть, и были вот небольшие островки дюн, но дюны были огромные, под 300 метров. А так, в основном, это каменистая пустыня, пустыня Гоби. И кажется, что вот гора, она там 15 километров, и мы до нее доедем, а она вот сотни-сотни километров, и такой иллюзию определенную составляет. Ну, конечно, какие-то марсианские места. Монголия, это еще и страна животноводства. Ну да, там официально 3 или 4 миллиона в Монголии народу проживает, а вот скота 70 миллионов. То есть на каждого монгола приходится, вот посчитайте, огромное количество яков, верблюдов, лошадей, коз, овец, и все это вы едете постоянно, эти стада разбегаются во все стороны. Часто на дороге они летают. Красавчики какие. Вот. Верблюды, конечно, больше всего впечатляют, потому что такое экзотическое животное достаточно. Бактерийские верблюда, двугорбые и с густым мехом. То есть потому что там все-таки континентальный климат, морозы бывают, и жара, и морозы. Я почему-то не сомневаюсь, что Иван оседлал верблюда, но хоть одного. Иван в Монголии оседлал все, чтобы... Ну, на яке ты не катался. Ну, на яке я пожалел, кстати. Яка пожалели? Даже на верблюда. Ну, мне не нравится, вот как они их это самое... Мучают. Да, если бы девушка была. Вот. Мы сначала хотели, вот когда у нас такая была возможность, мы возле этих дзюн. А они все этих иностранцев там, они комплектовали группу, поэтому пока нам не разрешали. А потом я пошел договорился. Главное, я же языка не знаю, как с ними договориться и что по цене. И действительно как? Я показываю на верблюда, показываю 5 тысяч из них тухриков этих, так? Сначала не понимаю. Я еще раз показываю 5 тысяч тухриков и на верблюда. И показываю здесь, мол, недалеко там, где тебе показываю здесь. Они типа соглашаются. А я просил не для себя, а для Андрея. Так я зову Андрея. Андрей, иди сюда, я уже договорюсь. Он подходит, она показывает вдвоем. Я уже вдвоем, получается, за 5 тысяч. То есть вы еще и от скидки договорились. Да. Кстати, вот что это за люди? Монголы, как они одеваются? Как они живут? Их нравы, а никакие. Страна-то на самом деле огромная, а населения очень мало. То есть она такая очень пустынная страна. Вот. И те, кто остался, вот пастухи, в основном, ну, молодежи мало все-таки. Они до сих пор носят такие длинные халаты, сапоги длинные. То есть очень интересные одежды. Халаты с длинными рукавами. Национальные. Ковбойские шляпы такие, да. Ну, а по характеру, я бы сказал, что мне показалось, что монголы очень похожи на русских. Потому что, во-первых, они любят пить. С одной стороны, они такие вот... Столица. Они такие, как очень общительные, открытые, широкая душа. То есть они приглашают, общаются, хлопают по плечу. И озлобливости такой, как вот, чтобы куда-то с игом своим пойти, я, кстати, у них не заметил все-таки. Татаро-монгольская ига осталась в прошлом. Наверное, надеюсь, что да. Алина, а как модницы монгольские выглядят? Оценила? В столице, так они достаточно современно одеваются, потому что близость Китая все-таки говорит о том, что они одеваются модно, молодежно. А вот там, где мы ездили, в таких пустынных местах, очень скромно, ну, как бы, без излишеств. Прямо сейчас короткий рекламный блог на Беларусь4, после чего вернемся в студию и продолжим виртуальное путешествие по Монголии. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем и возвращаемся в виртуальное путешествие по загадочной Монголии. Вот мне всегда интересно, как питаетесь в поездках? Национальные монгольские блюда удалось попробовать? Ну, да, в принципе. Хотя, скажу честно, это, наверное, была с точки зрения питания одна из самых трудных поездок. Ну, во-первых, мы стараемся мясо не есть, а там все с мясом у них. То есть они для вегетарианцев, например, там очень сложно, да. Мне кажется, сложнее всего и тяжелее всего в таких поездках, особенно в плане еды девушкам. Ну, да, там особо не разгуляешься. Одни чебуреки, да, пельмени и салат, который оливье. Просто в каждой деревне есть вот этот цайный газар, то есть это чайная, где можно как бы чай попить. Кстати, пьют они чай такой соленый, молочный соленый чай, традиционный монгольский. И вот везде чебуреки, хушура они называются, и такие типа манты, бузы. И кроме этого, в общем-то, салат иной раз, и все, и больше ничего есть. То есть, поэтому нам приходилось, хорошо, что Алина у нас была, приходилось готовить самим. Мы набрали гречки, консервов каких-то, и вот просто каждый день сами себе готовили, потому что, ну, на том, что продавалось в деревнях, питаться было, ну, сложно на другую. Иван, монгольские чебуреки как на вкус вам? Я, конечно, попробовал сначала. Чебуреки нормальные сравнительно, а вот эти бузы, это самое, они разные бывают, понимаете? Если, например, это в столице, так там даже в меню можно, если по-русски разговаривать, она расскажет, что там, допустим, стандартные, там, допустим, немножко свинины, немножко там говядины, немножко козлятинные. А если в провинции, там бывает такое, что, ну, или баранина, или вот с таким спривкусом немножко. Но я попробовал, например, супы мне интересовали, допустим, когда еду, еду, сухомятка, сюда вводят суп. Такая вот полная тарелка. Один я попробовал, не знаю, с каким, так и более-менее, а другой, видно, с козлятинными. Ну, такой жирный и наедный, что потом два дня можно не есть, когда эту миску съел. Я еще вспомнил, как нас в Ланбаторе таксист угостил традиционным сыром. То есть такие кубики сухого, высушенного сыра. Кирпичики, страх хранения вечно. Да, он был такой специфический, с таким запахом, что мы просто надкусили, каждый так вежливо сказали, ну, потом дойти. В общем, питание у нас намного лучше. Да и вообще у нас лучше. Про все надо привычкой. Монголия – это еще ведь и песчаные дюны, взобраться на которые, ох, как нелегко. Кому-нибудь удалось это сделать? Ну, у нас один человек, скажем так. Один специалист по экстриму. У нас вообще есть человеку, у которой энергии больше, чем у всех остальных вместе взятых. Это Иван. Лирон подзарядился. Да, я понимаю. Ну, мы-то все там были. Но дело в том, что, ну, скажем, когда мы полезли на дюну, это очень сложно. В пустыне Гоби, песчаные дюны, 300 метров, лезть не меньше часа. Хотя, кажется, вот невысоко, ноги проваливаются, постоянно идешь. Очень тяжело прямо здесь, если поток сходит. Но это место, куда мы попали, называется Хангарын Элс. Это вообще переводится как поющие пески. Вот когда там, например, просто сидишь в тишине, и ветер дует, слышно прямо как музыка, такой звон идет. Вот песчинки, они передвигаются, и звон. А когда ты идешь, например, делаешь шаги, то такое прямо как хруст. Хруст, звон, хруст такой. Похоже, может быть, где-то на хруст снега, но немножко другой. И это очень странно, потому что песок, который звенит. Ну, вы-то слушали звон, а Ваня тем временем хрустел... Ну, а Ваня успел забежать наверх. Ну, у нас просто было ограничено время. Мы, может быть, и дошли бы все, но там Ваня просто вон такую скорость развил, побежал наверх, и уже там пока... Не, очень тяжело было туда забираться. Это самое. Мне, кстати, дзюны, самые, можно сказать, сильные поразили. То есть меня очень много там чего поразило. Вы их тоже поразили. Вот показывали, например, как может на песке, на таком абсолютно сухом песку, расти такая просто насыщенная влагой кустик. И от него такие прожилочки, такие тоненькие идут. Как оно, откуда питается, непонятно. Это раз. Потом, когда я уже забрался на саму вершину, то тяжело. Ледь-ледь я зашел. Даже я тяжело. Он обсыпается, обсыпается-то песок. Я слышал, как дзюны поют. То есть я бегу так, оно так... В этом завороте такой звук. Сюда ничего, сюда ничего. А так раз, и такое место, понимаешь, и такой, как дзюны поют. Это очень интересно. И потом меня еще поразило, вот как так может быть, столько лет существует. Это фактически в Монголии может километров там 15-20 протяженность. То есть получается гора, которая состоит не из скал, а из песка. И таких же Иванов и ЕК там же не один все-таки может быть. Но я думаю, что три максимум. Ну, но все равно. Я же поднялся. Казалось бы, она немножко должна быть, ну, равняться, эта дзюна. Нет, я вот только... Ничего не произошло. Прошел, велки-палки, свои следы оставил. Пока я там сидел, пока я там это... Опять силами набирался, смотрю мои следы, она как будто бы вот так вот подравнивает ветер. Всю эту дзюну. Вы пытались ничего не упустить в поездке. И знаем, что даже спустились в жерло потухшего вулкана. Да, я туда бегал. Не страшно было? Ну, он же потухший. Не, кстати, я когда уже на зал поднимался, да думаю, если ты вздумаешь проснуться, только не сейчас, только не сейчас, потому что... То есть вы договорились даже с вулканом. Это сравнительно легко, хотя тоже тяжело, потому что там, получается, когда спускаешься, оно обсыпается, обсыпается тебе под ногами, и когда аж сыплется, ты, получается, ускораешься, и хотя бы нигде ничего не стукнется. Но я все-таки дошел до самого дна, там даже Юрий Фототраф с трудом доставал туда. Кажется, вот так, на фотографии так не можно уловить, чтобы настолько это большущий кратер был. Там чуть-чуть вот и немножко я спустился, побыл, думаю, в центре кратера побыл. Еще одно популярное у туристов место Красные скалы. Юра, расскажи, такое возможно? Ну, да, место называется Байнзак, что, собственно, в переводе Красные Пылающие Скалы. Недалеко, кстати, от Дюм Песчаных. Место, которое обязательно мы хотели попасть, потому что оно знаменитое. Обутание, да? Да, на весь мир. Но знаменитое оно тем, что здесь, именно в этом месте, нашли очень много скелетов динозавров. В начале 20 века был такой американский исследователь Чапман, который организовал несколько экспедиций туда. Кстати, один из прообразов Индиана Джонс организовал туда несколько экспедиций. И, в общем-то, нашли еще тогда много-много-много скелетов. И потом уже советские были экспедиции. В общем-то, динозавры, которые во многих музеях мира стоят, в Нью-Йорке, в палеонтологических музеях в Москве, это все именно отсюда. Скелеты. Сейчас в Монголии нашли еще несколько мест таких, но самое первое, самое известное, это здесь. И, в общем-то, когда пошли гулять, во-первых, нам еще в Шамбале там показали прямо в пустыне Гоби один скелет, позвоночник, гонозавр. Ну, а здесь, когда пошли гулять, вот тоже нашли несколько костей, которые торчали прямо из земли, огромных таких здоровых. На память не решились взять с собой в Беларуси? Не, да. Ну, дело в том, что как раз за две недели до поездки я прочитал в новостях, что одного российского туриста на границе с Монголией остановили, нашли как раз кости динозавров. Было возбуждено дело о перевозке там ценностей и так далее. Опасное все-таки это занятие. А он говорил, что я не знал, я просто решил взять пару костей. Больше тот, который большой такой, мне почему-то он больше не сам, не динозавра напомнил, а вроде как бивень мамонта. Еще одно удивительное место водопад Архон. Алина, расскажи, что за место и о своих впечатлениях. Ну, это такой бассейн. Водопад сам очень большой, я туда не спускалась, даже настолько устала спускаться и подниматься, что я смотрела она наблюдала сверху и ходила к спуску водопада. Вода очень чистая, Ваня говорит, холодно, он там купался. Он же же сказал, Единственный, кто решился на это. Все там на него смотрели. Ну, там находится поле такое зеленое и лошадь сюда ходит гулять. Волшебное место. Ну, самое главное, что это самый большой водопад Монголии, потому что на самом деле в этой стране есть огромные озера, но вот в этой местности больше такое суховато было. И для Монголии вот такой водопад это реально достопримечательность. Может быть, он не такой высокий по сравнению с какими-то другими, но в Монголии это самый большой водопад, полноводный, очень красивый. Естественно, что туда тоже стараются все заехать. до программы Ваня рассказывал, что дал себе обещание купаться во всех без исключения водоемах. Это правда? Ну, не то чтобы обещание, просто мне это очень интересно. Я считаю, что для меня то для здоровья, для содержания интересно. и так просто. А как же безопасность? А вот эти жесты, вылазь, здесь нельзя купаться. А, ну это когда я, сначала я в реках купался, возле монастыра речка была, я там в палаточке отдыхал, а вот на берегу я решил искупнуться. Вода, конечно, холодная, все прозрачно такая. Вы понимали, что это небезопасно? Да нет. Для меня это нормально. Конечно, купаться очень страшно, потому что вода ж холодная, очень холодная. Но вот простудиться не боялись? Нет, нет. А что говорили зеваки, туристы из Германии, России? В речке осмелились немцы какие-то искупнуться. А вот уже когда я купался, сразу, кстати, на следующий день мы опять встретились где-то с ними, и вот я купался в этом водопаде. Я когда пришел, и мы с ними встретились, я говорил, они говорят, в водопаде? Я говорю, да. А они, ты что? Я когда купался, я когда окупаюсь, страшно, но когда я уже искупнусь и уже принимаю, я настолько промерзаю, что я уже фактической температуры эту не чувствую. И можно там плавать очень долго. Китайцы, которые там были радужком, они сначала с восторгом смотрели, потом показывают, давай уже выплывай. Сколько можно. Заволновались. Да, ему ждать надоело пока уже оттуда выплываю. Я, кстати, далеко не заплывал под эту самую, где вода падает. А так на средину туда заплыл, потом умираю, пробую достать дно. Вот не можно, не можно, потом оп, оказывается, в камене просто. Там получается, да где такие большие волны? Вот я там поплавал, потом вылез, эти китайцы мне жмут руки, русские экстримы. Вот такой водопад. Я уже здесь купался. Не купаются люди даже не из-за того, что холодная вода, а потому что там просто дно, сплошные камни. Есть места, в которых, конечно, лучше есть водовороты, просто не рекомендуют купаться. Сначала в этой чаше вода типа немножко подкручивается, вот надо здесь и держаться. А когда немножечко расслабился, тебя начинают в эту реку, а там сразу же ускоряются эти течения большие. Я посмотрел, не-не-не, я туда, назад, 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 и уже там, где заходил, аккуратно там и вышел. Еще одна особенность, которая впечатлила вас и нас в этой стране, это необычайно бережное отношение к той самой природе монголов. Ну да, вот это, кстати, то, что очень сильно впечатляет. и если я говорил, что монголы очень похожи на русских, то в этом моменте очень, конечно, сильно отличаются монголы. Нам нужно у них поучиться. Да, нужно поучиться, это очень хорошее качество, такое, национальная ментальность. Но мы впервые с этим столкнулись, когда как раз застряли на машине тогда, ну и мы давай по привычке, значит, ломать ветки под колеса, подкладывать. И нам помогали там какие-то местные алкоголики по лесу шли, монголы. И вот пьяные люди, ну они подвыпившие были, начали кричать не ломайте ветки, потому что тенгри, бог тенгри разгневается. Ну мы воспринялись сначала это как шутку какую-то, ну ладно, чего-то там это. Ну они начали махать руками, прямо нет, нет, водитель начал подтверждать. Ну и в конце мы перестали, ну они сами так не делали, ну и мы перестали подкладывать эти ветки, ломать. Ну и потом второй раз уже мы через несколько дней приехали на берег озера, мы там в палатке ночевали. Ну во-первых, картошку почистили, хотели в озере помыть, водитель начал кричать нельзя в озере мыть, нужно набрать воды и помыть на берегу. И стали собирать дрова для костра. Так опять же, сухие ветки, не то что там живые, сухие ветки, вот просто сухие, это тоже часть экосистемы. Их нельзя рвать, то есть можно только находить обвалившиеся ветки и их тянуть. И в общем-то, благодаря этому, я только после этого стал замечать, что действительно в Монголии, даже там, где есть кострище, видно, что здесь останавливаются люди. Настолько первозданно выглядит природа, вот эти сухие ветки, мох, свисающий с веток, что видно, что здесь было много людей, но при этом никто ничего не трогает. Оказывается, это были законы Чингисхана, то есть он в свое время... Еще издавна идут. Да, это какой век, сколько сотен лет прошло. Монголия, у которой практически не развита промышленность, для нее сегодня настоящее национальное достояние, именно природа. Ну да, и в общем-то, я знаю, что вот даже земледелие и добыча полезных ископаемых, изначально у них были проблемы, потому что, как бы, не хотели трогать землю, они очень свято относятся к природе, к земле, к недрам земли. И для промышленности это не очень хорошо, но природа очень чистая. Я думаю, что благодаря этому монголы сохранят природу, и когда-нибудь это станет тут как раз фишкой Монголии, не тронутая чистая природа. Тем более, что сегодня экологический туризм только набирает ворота. Казалось бы, для такой огромной страны, для такого маленького населения, что там хватит той всей природы? Ну вот, действительно, бережно относятся. Побывали и в древней столице Монгольской империи, расскажите об этом, знаю, удалось отдохнуть вам в это время? Ну, в общем-то, да. У каждой страны есть некий культурный центр, бывшая столица, например, как в России Санкт-Петербург. Вот в Монголии такой город, это город Хархарин, который раньше в древности назывался Каракором. Это была столица Монгольской империи. Кстати, совсем рядом было еще две столицы. Вот почему-то именно в этой долине была столица и Монгольской империи, и Тюркского Каганата, и империи Гуннов до этого. И все это в одном месте. Вот. И, к сожалению, там мало что осталось, только красивый монастырь. Но потом, после Хархарина, мы заехали на горячие источники. Дело в том, что мы жили в юртах, как я уже сказал, и помыться не было никакой возможности. И вот мы приехали, и оказалось, что есть место недалеко от этого города, где прямо горячие источники бьют. И не просто, они очень облагорожены, ванны, такие бассейны. Алина, сравнимо с нашими спа-салонами? Несравнимо, потому что ты там лежишь, наблюдашь за природой, лес, это все так зачаровывает. Лагерь, он стоял на сгорочке, то есть он был достаточно экономный, бюджетный, а внизу стояли более дорогие. И мы вот на сгорочке жили, нам простор такой открывался, что... И, кстати, бассейны-то эти были на улице, то есть они такие выложенные, все оккультурные, все, они были на улице. Кстати, там было 4 бассейна. Озеро Хупсугул, еще одна точка достаточно интересная в вашем турмаршруте. Да, это тоже обязательное место для посещения, я считаю. Но надо пару слов предисловия рассказать. Дело в том, что по всей Сибири, через Монголию, проходит разлом земной коры, и, в общем-то, озеро Байкал, как раз, почему оно такое глубокое? Потому что оно на этом разломе. А Хупсугул вот стоит рядом. В общем-то, Хупсугул, озеро его называют младшим братом Байкала, потому что по видам животных, рыб, эндемики, по составу воды очень похоже на Байкал. Не такое глубокое, немножко меньше, Байкал, он там 600 с чем-то километров, а это 300. Вот. Но, тем не менее, место, которое первозданная, опять же, природа, очень красивая, просторы, и, конечно, мы захотели туда попасть. Ну, а потом еще оказалось, что кроме вот этой природной красоты, это еще и центр шаманизма Монголии, потому что там буддийских монастырей нет в этом районе, там проживают такие народы, которые вот до сих пор исповедуют шаманизм. Такая странная встреча, которую часто бывают путешествия, знаете, встреча вроде случайная, но ничего случайного не бывает. Мы просто заехали на местный рынок, там возле озера Хобсугул, и встретили монгола, который говорил по-русски, и он не просто говорил по-русски, он был в Минске, он был в Гомеле, вот, он оказался торговый представитель, там даже с Гомель стекло там как-то сотрудничал. И этот человек, он на самом деле сразу позвонил какому-то своему товарищу, и нас разместили в турбазе, которая... Вы рады были. Нас разместили на турбазе, а там и вай-фай, и горячий душ. Магическая Монголия. А как насчет следов древних племен? Встречали их? Ну, скажем так, там на берегу Хобсугула, недалеко, есть однонародность, которая до сих пор разводит северных оленей. Это самый южный орел северных оленей. Я очень надеялся их увидеть, но, к сожалению, в сентябре они уходят в горы, мы так их не встретили. Летом они часто спускаются к берегу озера, там можно с северным оленем пофотографироваться этих людей, ну, либо к ним ехать, это экспедиция на лошадях неделю в горы туда. Это уже граница с Тывой, с Российской Федерацией. Поэтому мы их не видели. А вот у нас там другое произошло, то есть встреча очень необычная. Я бы сказал, что из этой поездки в Монголию вообще два самых сильных было места, самое сильное впечатление. И это не дюны, это была вот эта Шамбала в самом начале. И вот встреча с шаманом на озере Хобсугул. Это, опять же, все было не случайно, потому что вот Алина вначале рассказывала, что мы были, сначала попали на шаманское место, ехали вдоль озера Хобсугул и попали на шаманское место, где... Безлюдное место. Безлюдное, в лесу, оно нас очень впечатлило, там висели шаманские одежды, висели бубны, висели какие-то ритуальные предметы. И буквально вечером того же дня мы побыли на этом шаманском месте. Значит, мы решили заехать просто на гору, посмотреть на озеро Хобсугул сверху. Вот. Единственная девушка в нашей команде неожиданно отказалась ехать. Причем мы потом думали, что... Стал, наверное, да? Ну, там интересная была ситуация, она наотрез отказалась ехать, и мы троем вместе с водителем поехали наверх. Дальше водитель отказался наверх ехать, хотя была машина, ой, дорога на гору. Мы поднимались пешком. Конечно, Ваня, как всегда, был впереди. Кстати, внизу стояла машина. Да. Мы подходили, спрашивали, как что? Там сидела женщина. То есть, получается, женщине туда нельзя. Ну, это мы потом... Алина как почувствовала. Правда? Вот. И мы, когда поднялись наверх, оказалось, что там, на самой вершине горы, сидит шаман и проводит церемонию вместе со своим внуком. Причем, самое интересное, что он нисколько не удивился нашему приходу. Он сказал вообще, что духи ему передали, что мы придем, что он нас ждал. Говорил он по-русски. Но мы потом спросили, почему по-русски он говорит. Потому что, оказалось, он часто бывает на Байкале, на острове Ольхон. Это центр сибирского шаманизма. Там такая шаманка, Бурхан-Скала. И он часто в России бывает на встречах шаманов. То есть, вам довелось поучаствовать в самом настоящем шаманском обряде? Да, и это было настолько не запланировано. Это была для нас такая вот неожиданная встреча. А он нам говорит, я вас ждал, мне духи сказали, что вы придете. В общем, это было очень странная ситуация. Первый Иван с ним встретился, а потом уже мы подтянулись. Я добежал туда, то есть, мы рассчитывали, что гора немножко ниже будет. Я уже от них оторвался, потому что, думаю, хоть в крайнем случае я побываю, потому что мне везде надо побыть. Я на одну поднимаю ступень, оказывается, там еще дальше. Я еще поднимаюсь. Казалось бы, вот такое вот стоит. А потом смотрю на вершине горы, я чувствую, что это уже конец. Смотрю, что синий, это синий, но оно то. Шевелится. Я понял, что люди. Я бегом туда, прибегаю, смотрю. Как встретил вас шаман? Неплохо. То есть, он разлаживал свои вещи, которые он самым духом подношения принес. Он с внуком был. Я же не знал, что он по-русски разговаривает. Мне эта юрная камера, я спрашиваю, как ее тут включить. Ну, как-то сам смог включить, чтобы она записывала эти. В GoPro. Спрашиваю, можно ли, показываю, можно ли снимать. Он по-русски говорит, можно. Вот тогда уже мне, ну, как-то начали мы общаться. Я немножко, Гаура, вас можно снимать? Можно. И все. Тут, кстати, меня ребята начали звать. Ну, вот все, не спеши. Получается, то, что он принес туда, вот у него чашки, у него там водка стоит, вода, чай, молоко. Йогурт. И некоторые предметы лежат. кстати, спрашивал, нож лежит, это говорит, дух есть не только хорошие, но и плохие. Типа, это как будто бы, чтобы и их угомонить. А мне показалось, что у него на спине змейка? Мы спрашивали, что такое, что это такое у вас на спине? Он, на спине, вот здесь вот змейка, а вот здесь вот такой, как на постаменте лошадь. Мы спрашиваем, что это у вас, по вашим обрадам? Ну, говорят, как это у нас крестик, так у нас, у них типа, защитный талисман. И потом вот, он что-то там, какой-то свой обрат проводил, проводил, потом, допустим, чашку не дает, вот такие, кстати, чашки, похоже у них там есть, или с этим стаканчиком, и говорит, все, вот эти вот духи уже одобрили, мы их подношение принесли, а теперь они одобрили, и это уже можно, в общем, Какие ощущения остались после церемонии? Выходили? на самом деле, это было чувство такого, что мы какой-то тайне прикоснулись, потому что, я потом писал, всегда в блогах люди писали, да знаем мы таких шаманов, они там за пару долларов вам, нет, на самом деле, вот все, вся группа вам скажет, что это была странная встреча, после которой все шли просто молча, задумчиво, взбудораженно некоторые, потому что это было действительно ощущение, как будто мы прикоснулись к какой-то тайне. Не в своем мире побывали, такое впечатление. Они когда вернулись уже, я в юрте была, и каждый что-то, Алина, там такое было, Алина и Юра, Алина в этот момент чистит грибы, что там вы расскажете. Мы успели пообщаться, задавали ему разные вопросы, вот про шаманизм, про тенгрианство, он рассказывал нам про светлых духов, про темных духов, про бубны, про варганы, рассказывал, сказал, что мы как-то связаны с Монголией, 800 лет назад, во времена Чингисхана, было какое-то событие, которое нас привело именно сейчас сюда, вот, тем более, что сейчас туристы не ездят, он сказал, что эта встреча не случайная, рассказывал про духов воды, про духа озера этого Хопсугу, чистейшая вода, это накапливает энергию. В общем, целую лекцию нам провел, так спокойно, в тишине, играл в орган периодически, и рассказывал нам про вот эти свои традиции, про верование, ну а мы, мы, конечно, сидели с открытым рудом, все это слушали, ну, конечно, еще и фотографировать пытались, параллельно. В конце своего путешествия отправились в местный национальный парк, кого там встретили, что увидели, расскажите. Ну, это было уже последнее событие, заключение нашей поездки, мы заехали в национальный парк Хустайн, и там были лошади Прижевальского, мы хотели очень видеть лошади Прижевальского, тех самых, которых когда-то в Средней Азии нашли. Те самые, которые успешно прижились в Библийской области. и оказалось, для нас там всем, для нас было лошади Прижевальского, обязательно надо увидеть, а Иван говорит, а они у нас в радиационной зоне водят. Те, кто приезжает в Улан-Батор на один день, они едут, такой есть на большой национальный парк, Горки Террел, очень недалеко от Улан-Батора, и вот туда в основном ездят на пикники, на однодневные экскурсии, там огромная статуя Чингисхана вот эта, и там, конечно... Забраться на вершину статуи удалось вам? А вот это на голове лошади, да. Удачное селфи, Юра, просто невообращаемое. Ну, и это место, да, оно очень туристическое, потому что с Улан-Батором туда едут, и вот возле дорог стоят люди, которые дают возможность там сову, беркута подержать в руках. Слушаем вас и понимаем, как же много удивительных мест на нашей планете, которые, ну, просто обязательны к посещению. Если бы отправились в Монголию еще раз, вот остались какие-либо места, которые хотели бы посетить и не успели в этот раз? Монголия, на самом деле, очень большая страна, огромная. Мы проехали только вот, получается, центральную часть, ну, как бы с юга до севера проехали, но это все в центре. Очень интересное место, это западная Монголия, Алтай монгольский. Там очень много, если вот здесь было мало людей, то там еще меньше. Там очень много озер, горы снежные, и туда вот, если бы я поехал второй раз, обязательно туда бы съездил. Там, кстати, живут этнические казахи, которые вот беркучи, разводят этих беркутов, охота с беркутами на лисиц, на волков. Очень интересные места, которые хотелось бы тоже посетить. Но Алина, наверное, в охоте не стала бы участвовать? Куда отправилась бы ты? Я бы вернулась на озеро Хупсугул. Мне там очень понравилось. Там лес такой, очень атмосферный, мох, везде красивый. Я даже привезла себе мха. Все говорили, он сгниет, он сгниет. Нет, не сгниет. Что, прижился? Нет, я его не посадила, он засушенный, но он зелененький такой. Иван, а что в плане мировоззрения? Что дают такие поездки лично для себя? Как меняют человека изнутри? Ну, мне кажется, что когда начал путешествовать немножко, более спокойный, норовешенный, может быть, стал, потому что, ну, оцениваю и себя в том числе, из каких-то факторов, которых я видел. То есть это испытание? Я теперь знаю, кто есть я, на что я способен, какие бывают люди, как с ними общаться, допустим, как находить общий язык, как живут у нас люди, как живут там люди. Мне это все интересно, поэтому для меня эти поездки, они вот в этом смысле. Это не первый опыт, Ваня, участия в программе Добрый вечер, Гомель. Здесь традиционно рассказываем вместе с Юрой о самых интересных путешествиях. Ваня, после эфира вы в Наровле наверняка стали настоящей телезвездой? Ждут, не дождутся, пока же я в интернете что-нибудь выкладывать начну. И вот когда вот передача, когда сказала, что едешь, опять, а вот, звезда экрана, я вот... Узнают уже, все не знали. После прошлой поездки стали заниматься видеоблогами. То есть вы сейчас блогер? Надо, чтобы люди знали, что такие есть у нас, в Белоруссии, тем более в Наровле. Спасибо большое, Юра, Алина. Спасибо, конечно, Ване за такой яркий, интересный эфир. Нам действительно довелось побывать в Монголии, пусть и виртуально. Ждем вас в этой студии с новыми рассказами, новыми впечатлениями, новыми эмоциями. Добрыми эмоциями. Доброго вечера вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова